Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но далеко не каждый знает, что из вот такого карабина середины 20 века Можно самостоятельно сделать карабин 21 Этим мы и займемся в нашем мини-сериале В нашей стране легально продаются карабины на базе армейских АКМ и АКМС Но перед тем, как отправить их на прилавки магазинов, их огражданивают на специальных заводах То есть делают так, чтобы они соответствовали украинскому законодательству по части охотничьего оружия Первым делом из автомата убирают возможность автоматической стрельбы Гражданские карабины стреляют только одиночными в режиме полуавтомата На охоте стрельба очередями и не нужна Потом убирают крепление под штык-нож Ни его, ни подствольный гранатомет, естественно, гражданской версии АК прикрепить нельзя С таким оружием продаются магазины с ограничением на 10 патронов А чтобы владелец потом не заменил их на стандартные армейские, купленные у вороватого прапорщика В ствольную коробку вставляют специальную заклепку Правда, из-за нее могут возникнуть проблемы с коммерческими моделями магазинов, которые сейчас свободно продаются Но и эта проблема вполне исправима Дальше идут совсем уже мелочи, вроде штифта, установленного на целике Чтобы нельзя было установить дальность стрельбы больше 300 метров Основное отличие АКМ от АКМС — это приклад В первом случае он фиксированный и деревянный Во втором — складной металлический У карабинов на базе АК со складным прикладом есть две модификации, отличающиеся типом складывания Вниз, в подствольную коробку или вбок По закону минимально разрешенная длина карабина — 80 см Поэтому в этих моделях установлен механизм блокировки, не дающий выстрелить при сложенном прикладе Есть такой термин — тактический отвес Это когда вы пытаетесь расширить возможности вашего оружия для того, чтобы быть готовым к любой ситуации И в этом плане у карабинов на базе автомата Калашникова непочатый край работы Начнем с того, что, как и автомат Калашникова, карабин на его базе не имеет никаких креплений для оптики У вас есть только открытые прицельные приспособления, и они зачастую ограничивают возможности стрелка К счастью, существует более десятка способов оснастить ваш карабин современным коллиматорным или оптическим прицелом Армейские автоматы создавались по стандарту для среднестатистического бойца Но людей с одинаковым телосложением не бывает, да и ситуации при стрельбе возникают разные Поэтому стоит заменить приклад фиксированной длины на телескопический, который более удобен и универсален Также заменим и стандартную пистолетную рукоятку на более эргономичную, чтобы была по вашей руке Благо всевозможных моделей сейчас просто море Примитивное деревянное цевьё тоже заменим на пластиковое или металлическое с планками Вивера Пикатинни Чтобы иметь возможность установить на него полезные аксессуары Например, целеуказатель, тактический фонарик, сошки или ручку переноса огня Карабины на базе АКМ стреляют патронами 7,62х39, которые дают серьезную отдачу и заметную вспышку Чтобы оружие при выстреле не уводило с линии прицеливания, а при стрельбе ночью стрелок не сверкал, как новогодняя елка Надо озаботиться специальными дульными насадками И это лишь основные моменты Есть еще куча мелких деталей, замена которых на более современные и продуманные сделает обращение с вашим карабином намного приятнее Как менять, к чему приведет замена, будет ли достигнут положительный эффект, мы подробно расскажем и покажем в следующих сериях Так что подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok